Время – Азербайджан, Карабах Я вам скажу честно, я был в Азербайджане один раз, и было это тысячу лет назад, а не тысячу, то всяко уж, наверное, лет около сорока. Почему около сорока? Как раз сорока. 1980 год, Олимпийский год. Вы знаете, мне там никто слова плохого не сказал. Чудесный, приветливый, добрый, щедрый, гостеприимный народ. И люди говорили с гордостью, что у нас все живут, азербайджанцы живут, русские живут, армяне живут, евреи живут, татары живут, и все говорят по-русски, как в Москве или Ленинграде. Да мне за все время один раз за себя заплатить дали, когда я успел просто первым, понимаете? Нет, конечно, плохих народов, это понятно, а вот отношения между народами бывают ужасные. И здесь азербайджанская пропаганда, я вас уверяю, работает. Понимаете ли, жизнь в Азербайджане не сахар. Сколько азербайджанцев работает в России, в Москве, сами знаете. И хотя там азербайджанские рынки и прочее, а сколько там таксистов, бомбил было, пока были бомбилы и прочее, и они в основном заряжены ненавистью к армению. А еще они говорят, что, конечно, жить очень трудно, работы нет, денег нет. И мы говорим, что, ну как же у вас нефтяные призки? А это все семья Алиева захватила, народу ничего не достается. Когда народ ограблен, ему нужно внушить ненависть к другому народу, и тогда он не будет ненавидеть тебя. Ну это просто, слушайте, это было в течение всей истории. И вот выдушают ненависть к армянам, что они говорят, что они такие древние, они говорят, что они христиане первые, они говорят, что они здесь жили тысячи лет. Какие тысячи лет? Ну вообще все, что армяне говорят о своей культуре и истории, это чистая правда. Древнейшее государство, древнейшая цивилизация. И что касается конфликта в Карабахе, простите великодушно, можете прямо в интернете, хоть прямо в Википедии, отсылки оттуда статьи почитать, и видите ли, конечно, все это армянская земля. Века и тысячелетия – это армянская земля. И вопрос нужно было разруливать миром, спокойно, объективно, комиссии из историков, этнографов, политологов, психологов и так далее, для того, чтобы было понятно, не разрулили. Ну а теперь уже я не знаю, разрулиться ли когда-нибудь. Вот я прошу понять российских слушателей, зрителей, что для армян Карабах значит больше, чем для русских Крым. Понимаете, в Крым Россия пришла с Екатериной, конец 18 века. А Армении, если взять, в учебнике школьном еще моих времен было Урарту – древнейшее государство на территории нашей Родины, имеется в виду Советского Союза. Вот 4 тысячи лет Урарту. Урарту – это и есть то самое, что Армения древнейших времен. Большинство ведь не знает, что Арарат находится не в Армении. Гора Арарат и Араратская долина находятся в Турции. Ну а почему по карскому миру Ленин отдал Турции и Арарат, и долину – это история отдельная. Полагали, что все равно Турция скоро станет очередной Советской Республикой. У них тоже красное знамя. Они принимают нашу помощь, наши деньги, наши винтовки, нашего товарища Фрунзе, нашего товарища Мат и Залка. Ну а потом умный человек Кемаль – это тюрк, когда помогли ему отбиться от англичан с мелкой американо-французской помощью, посадил всех коммунистов на пароход и велел вывезти в море и утопить. И на этом история славного коммунистического будущего Турции кончилась. Ну в Москве, конечно, товарищи огорчались страшно. Вот потому и Арарат находится в Турции, понимаете? И когда страна крошечная, а был у него великий период, и когда это своя земля, на которой не так легко жить, которую не так легко обрабатывать. Ну что ж, люди всегда умирали за свою землю. И знаете, штрих был совершенно страшный. Лет уже 10 прошло, я не помню точнее. Когда были какие-то натовские военные сборы, европейские военные сборы. И там было несколько и армянских офицеров, и азербайджанских офицеров. И вот что-то произошла ссора, ну там любовь взаимная, старинная и понятная, понимаете? И азербайджанец ночью армянина зарубил спящего топором. Но вместо того, чтобы под барабанный треск его повесить на плацу, ну у нас же гуманность, у нас же толерантность, его посадили на пожизненное, через несколько лет передали его Азербайджану. Там его встречали буквально с оркестром, с ковровой дорожкой, дали квартиру как героя. Ну, ребята, это тоже штрих. Так что простите все мои симпатии на стороне армян. Что я могу сказать по этому поводу? Ну, справедливость редко торжествует в истории. Но хотя бы нужно помнить, где она. У Нагорно-Карабахского конфликта есть решение. И это решение состоит в том, чтобы признать независимость Республики Арцеха. Я считаю, что первый пример должна подать Республика Армения. А уже потом, по моему глубокому убеждению, это признание получит поддержку среди разных стран. Европы, Америки, Латинской Америки, Азии и так далее. Я не один так думаю. Дело в том, что еще бывший посол США в Советском Союзе Джек Медлок недвусмысленно говорил о том, что есть только одно решение проблем автономных территорий бывшего Советского Союза. Это признание тех самых автономных территорий. В противном случае мы будем постоянно проливать кровь. Абсолютно бессмысленно. Мы никуда не придем, кроме усиления межэтнических противоречий, межконфессиональных противоречий на постсоветском пространстве. Так что международное признание Республики Арцах является безальтернативным. Более того, я считаю, что признание Арцаха должно стать предусловием армянской стороны для начала любых переговоров с бакинской территорией. Вот если Азербайджан хочет вести с нами какие-то переговоры, то сперва он должен признать независимость Арцаха. Без признания статуса Республики Арцах со стороны Азербайджана никаких переговоров быть не может. Я считаю, что признание бывших автономных территорий – это очень важно. Ведь прецедент Крыма также для нас очень важен. С точки зрения национальной безопасности России, с точки зрения безопасности народов, которые живут сегодня в Крыму. И я считаю, что армянский народ имеет ровно такое же право на признание своей международной правосубъектности. Крым захотел стать частью России, он воспользовался этим правом. Сперва, что касается армянского вопроса, карабахские и армяне должны получить признание со стороны Армении и международного сообщества. А уже потом, после этого признания, они должны сами определиться, будут ли они независимым государством, или они, например, захотят вступить в состав Республики Армения. Но это уже вопрос второй и третий, это вопрос уже выбора самих армянцев. Поэтому оставим его для них самих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова